Я всех категорически приветствую, мои дорогие друзья! С вами Анатолий Юнах, вы на канале Прожектор 8 кВт. Сегодня я сделаю обзор на свой пильный стол самодельный. Он максимально простой, повторить его может каждый. Спецоборудование, в принципе, кроме шуруповерта, ничего... А, стамеска, молоток, я не шучу, стамеска, молоток, циркулярная пила, отвертка, шуруповерт, дрель, неважно, просверлить стол, и все. И все это обойдется реально в копейки. Но, честно, он такой простой, что рассказывать про него практически нечего. Я серьезно, ну, покажу, да, систему пылеудаления, покажу, в принципе, тоже ничего сверхъестественного, да. И я решил, надо ли, надо бы что-нибудь сделать на этом самом столе. И мы сделаем, я бы не сказал шкафчик, скорее полочки. Мне вот сюда нужно много-много полочек, ну, как много, хватит четырех для маленьких вот таких вот корзиночек. Где тут корзинки? Вот, для вот таких корзиночек, маленьких, симпатичненьких, чтобы все их аккуратно расложить, чтобы все было на виду. Что нам понадобится для шкафчика? В первую очередь, для шкафчика нам понадобится дерево. Если честно, я обожаю работать с деревом, поэтому, ну, не хочу я брать ни ДСП, ни ДВП. Вот, тема, огонь. Обожаю я дерево. Это называется хвойный щит, он же щит мебельный, 18 на 200 на метр 20. Да, я хотел взять широкие листы, их на нем же располосовать, но такие дешевле. Не намного, но дешевле. А также записки сумасшедшего, где у нас все расписано более-менее, какие размеры и прочее. Линейка, уголочек, карандаш и кондуктор. Я поближе покажу кондуктор. Это бошевский кондуктор. Он нужен для того, чтобы идеально ровно и без косяков сверлить, как бы сказать, вот такие отверстия в доске. То есть здесь вот эта двигается, часть вот эта двигается, выставляете на половину толщины доски. То есть если у нас доска 18, выставляем на 9 миллиметров, как я сейчас, ставим, сверлим и получаем идеально ровное отверстие. Красота, ляпота. Также я решил схитрить и купил два вот таких вот уголка, чтобы наша конструкция не шаталась. Потому что если мы его просто соберем, он будет вот так болтаться. Так вот, я хочу обратиться к людям, которые занимаются продажей вот таких вещей. Я специально вот так вот закрою, чтобы не было видно, что это за компания, да? Вот смотрите, вот эти два уголка, парчужненьких, да, стоят около 100 рублей. Ну не около там, 104, 100 что ли, 103, не важно, 100 рублей. Вот, два уголка, 6 саморезов, 10 саморезов внутри, да? 100 рублей. Так, прошу, здесь металл, наверное, и миллиметра нет. Ужас. И вот такие уголки. С металлом где-то миллиметра два. Он очень жесткий. Вау просто. И при этом цена за два уголка 30 рублей. Суки, умеете ли вы накручивать, блин, просто, нифига такие бабки иметь. За то, что в пакетик положили. Горите огнем. Ну что, сейчас я вас опущу, в смысле камеры опущу, чтобы вы все видели. Сейчас времени 5.30, по астраханскому времени, 5.30 вечера, конечно. Сейчас мы напилим, соберем, точнее, напилим, вскроем морилкой, будем сразу морилкой вскрывать, соберем, и посмотрим, сколько времени это заняло. 5.30 времени. Вперед. Нам нужно три доски, 5.64 на 200. Здесь метр двадцать, так что сейчас вскрываем, режем. Где мой нож? Заточил я свой топор. Я как женщину разделаю. Обожаю роботы с деревом. Блин, хвойный щит, а запах безумно хороший. Мне очень нравится. Готово. Логичный вопрос, нафиг я так мучился с линейками? Все очень просто. У меня с этой стороны, с правой рабочие. Я в основном работаю с мелкими размерами, поэтому у меня до 37 сантиметров не хватает. Очень редко, когда я пилю такие большие доски. Так что у меня линейки только вот здесь. И вся мерная часть с этой стороны. На вопрос, почему не сделать линейки здесь длинные, потому что здесь мы будем с вами делать фрезер. Уже есть фрезер, все есть, осталось только, блин, собраться с мыслями и собрать его. Ну что, включаем пилу и понеслась. Так, и две дощечки по 332. Это высоту такие маленькие полочки будут. Струбцины, в принципе, использовать не обязательно. Я их использую чисто для удобства. Берем сверло по дереву на 4. Чем оно отличается от сверла по металлу? Прошу, чем отличается? Вот такой вот острый наконечник. То есть, она никуда не убежит. Но будьте аккуратны, оно оставляет просто ужасней широк. Лоханки с другой стороны. Так что, будьте очень аккуратны. Вот о чем я и говорил. Видите, что творится с обратной стороны? Не хочу хвастаться, но смотрите, вот так пилит мой станочек. Да, собранный из говна. Видите? То есть, ровно. И с этой стороны тоже, если увидите, надеюсь, увидите, тоже ровно. Видите? Берем эту сторону. И здесь я тоже выровнял. А это уже режет завод. Видите, вот ровно. Переворачиваем. И вот ступень в несколько миллиметров. Это вот так вот режет завод. То чувство, когда твой станок из говна пилит лучше, чем заводской. Ставим кондуктор на четыре, на четырехмиллиметровое сверло. Ставим. Вот так вот по полосочке. Ничего сложного. Ставим, держим. И засверливаемся. Ставим следующую. В общем, отвечаем по пять сантиметров. Ставим кондуктор. Постараемся его поставить ровно. После чего засверливаемся. Главное не засверлить у себя палец. А то шкафчиков у нас будет много в будущем. А вы у мамы один такой красивый. С пальчиками целыми. А теперь надо зашкурить неровности. Будем использовать неводную морилку. Мне безумно нравится цвет. Цвет Орегон. Чтобы не засрать рабочий стол. Берёбра выкладываем целлофанки. Целлофанки. Кто смогал Декстера, у меня сейчас вот такое же ощущение. Я сейчас кого-то зарыжу. Да, я обожаю по центру начинать красить. Господи, как я обожаю этот цвет. Я тащусь просто от него. Слов нет у меня одни слюни за этот цвет. О, да. Я как будто кровью девственниц дерева мазываю. � мазок о как то так мои дорогие полтора часа работы и полочки готовы да даже не шкафчик а именно полочки под всякую мелочевку здесь будет храниться там ну вообще мелкий инструмент мелкие запчасти типа вот шестереночки мелкие там двигатели для игрушек да думаю супер по времени ушло полтора часа ну что пойдемте пильному столу ну вот и долгожданный обзор на сверлильный стол смотрите здесь будет фрезер мы будем с вами делать но не сегодня конечно но обязательно будем делать фрезерный стол потому что мне нужно делать выдвижные ящики здесь 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 скорее всего может быть здесь будут выдвижные ящики для этого надо будет делать фрезерный 100 чтобы они смотрелись нормально красивенько так вот перед вами самый обыкновенный как вы узнали книжка стол книжка советских времен цена вопроса 500 рублей всего лишь 500 рублей я купил чуть-чуть усилил уголками вот там внизу уголки к сожалению видно здесь как бы заготовки валяются вон кстати домкрат будет фрезер на нем стоять то есть крутишь домкрат поднимается и фрезер поднимается состава будет очень круто стоит у меня обыкновенная циркулярная пила makita как все было сделано вон видно болтики вот болтики как это все выкатило я взял отмерил здесь отмерил просверлился закрепил с нижней стороны циркулярку просто на болты посадил снизу после чего врубил и и как сказать и поднял вверх она сама себе пропилила проход и все потом выставил ее под 45 градусов вот здесь вот он пропил тоже пропилил то есть здесь есть и 45 и 90 но в основном пользуюсь 90 потом сейчас поближе поставим как видите вот я вот-вот вот этот зубок вот все не друг вот любит и получается вот вот эта полоса я пропину как пропилил просто поставил стальную линейку обыкновенную стальную линейку поставил и стамеской про поцарапал я бы сказал после чего вот она и вот так вот хорошо видно вот такая вот полоса также стамеской выбил слой дерева если посмотрю как дерево тут получается кусок слой слой лака вот тут откололся кусочек видно вот он кусок лак кусочек лака он как раз и толщину с линейку благодаря этому сейчас в общем надеюсь поверите на слово в общем линейка вровень со столом поэтому двигать заготовку она не мешает что эта линейка что вот эта линейка их здесь две то же самое будет и с фрезером то же самое будут две эти две линейки для чего нужны линейки чтобы выставить вот эту деревяшку вот эта деревяшка принципе абсолютно ничего ничего крутого здесь идет одна гайка такая мебельная врезная вторая гайка мебельная врезная получается здесь он тупого тупой конец просто болт закручен а с этой стороны если обратите внимание сейчас и и вы вот такой вот острый как он как его пиптих острый пиптих также я наклеил это на обыкновенным клею два алюминиевых уголка с с обеих сторон чтобы можно было ну не бояться что угол стола ушатается со временем так вот давайте поиграем так чуть-чуть отпустим чуть-чуть отпустим деревяшку вот так есть всех вот так давайте выставим на 10 сантиметров как это все выглядит быстренько выставляем на 1 раза вот они 10 сантиметров прошу прощения что темно так может так будет видно так сейчас вот так лучше 10 сантиметров выставляем после чего выставляем эту сторону на 10 практически вот так надеюсь будет после чего начинаете крутить а гадина сдвинулась я просто одной рукой не очень удобно этим заниматься конечно вот двигаем на 10 проверяем ту на 10 надеюсь на сдвинулась чуть-чуть вот здесь выставляем на 10 и закручиваем вот так прошу следит она очень жестко очень жестко то есть вот я 100 стол двигаю это и включается циркулярка и все у вас ровно заготовка 10 сантиметров толщиной то есть от полосы сюда до сюда по моему это очень круто из-за того что почему я мучился с линейками я уже рассказывал но на всякий случай про дублирую так вот когда заготовка очень длинная просто берется стальная линейка метровая допустим и отмеряется от зубьев надзу от зуба то есть он зуба и сколько нужно по моему очень круто я не знаю может даже лобзик по центру сделаю сделаю кнопки чтобы все включалось по поводу пыли учитывая что у меня есть вот такая вот конструкция то есть обыкновенный промышленный пылесос обыкновенный промышленный пылесос хорошо живу так вот и система циклон то есть я втыкаю в макиту с помощью переходника который называется кондиционный отвод то есть я ее вставляю вот сюда вот вплотную села прошу вот и все и никаких проблем и пыли практически нет то есть вот чисто когда сверху работаешь немножко пыль так практически нет но давайте смотрите я сегодня я сегодня работал сверлил ну вот она вот быть чуть-чуть вот 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 этот я сегодня работал еще не факт что конечно сейчас сегодня может и не сегодня этому этому может и не сегодня этот мусор попал но основной смак именно этого стола он на колесах нет я серьезно ребята на колесах и это самое лучшее что можно сделать мало того что это пильно фрезерный стол будет его можно будет выкатить на улицу и работать на улице допустим к примеру также огромный плюс опускаем пилу пила также опускается то есть внизу винтик откручивается пила опускается и все так же и фрезер можно опустить и перед вами огромнейший очень большой макетный стол на котором можно работать что-то складывать все красить здорово супер и он еще и двигается по всей мастерской то есть нужно подвинул вплотную к стене туда туда нет быстренько развернул для удобства так вот так сейчас вот так просто езжу поэтому по проводу езжу надо будет достать это некрасиво вот все я не честно ребят я я не знаю что еще по него рассказать это настолько простое настолько дешевое решение что дерзайте делайте вы видели как быстро мы сделали шкаф блин полтора часа в нем не шкаф эту как его зовут полочку аккуратненько у красивыми красивую ровненькую и всего за полтора часа вместе с покраской я считаю это очень здорово да 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 скоро будет финидио скоро будем лить ну вот и все друзья спасибо вам за просмотр подписывайтесь чтобы не пропустить новые крутые видосы скоро будет литье блин вот я конечно это и конкретно это литье не записывал вот уже три офигенных заготовочки поэтому подпишитесь поддержите канал поставьте лайк этому видео поделитесь другом может быть ну давайте развивать канал а так же заглядывайте к нам в группу вконтакте там выходят эксклюзивные видео или видео которое намного раньше ну например это видео появится на три-четыре дня раньше чем на ютюбе в группе также там опросники постоянные можете участвовать в жизни канал я прислушиваюсь к людям а вам еще раз спасибо за просмотр удачи